Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Сегодня постараюсь рассказать об архитектуре московского метро за 81 год. Но, конечно, очень кратко, потому что времени у нас совсем мало. Моя лекция называется «Скрытый урбанизм». Почему она так называется? Потому что в этом году мы выпустили книгу «Скрытый урбанизм, архитектура и дизайн» московского метро. Она вышла в издательстве «Дом Павлишерс» в Берлине. Есть на русском и на английском языке версия. Здесь представлены на английском. У книги три автора. Главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, который написал главу про будущее московского метро. Ракен Кагаров из студии «Лебдио», который писал про идентик на метро. И третий автор «Я». Я писал часть исторической, условно исторической до 2010 года. И мы хотели, в принципе, книг про метро достаточно много. Особенно активизируется к юбилею метрополитена, метростроя, метро Гиппотранса. То есть компании, которые проектируют, строят и строят метро. Но нам хотелось показать не только те первые 20 лет, с которыми у вас, наверное, ассоциируется архитектура московского метро. То есть в сталинскую эпоху. Но и в последующее время. И сейчас проходит, если вы не были, замечательная выставка «Подземный памятник архитектуры музея архитектуры» до какого-то августа. И, собственно, она представляет такой взгляд, распространенный на архитектуру московского метро. То есть там 7 или 8 залов посвященных сталинскому метро. И потом последний зал с какими-то эскизами, которые представляют следующие 60 лет. Но мы постарались представить все 80 лет. Мы много работали в архиве метро Гиппотранса. И отсканировали много чертежей, эскизов, которые нигде не были до этого опубликованы. И частично опубликовались здесь. Но, к сожалению, объем книги не позволил опубликовать все наши находки. И книгу, если кто-то заинтересует, она как раз продается на архитектуре на сайте urbanbook.ru. Итак, московское метро. Московское метро совсем вовсе не первое в мире. К моменту, когда было принято окончательное решение строительства метро в 1931 году, метрополитены действовали уже более чем в 20-ти городах мира. Первое метро, как вы знаете, было построено в Лондоне. Первое метро в континентальной Европе, в Австро-Венгрии, в Кудапеште. Вообще, проекты строительства метро в Москве неоднократно рассматривались и неоднократно также отвергались, как до революции, так и после. Но в начале 30-х годов транспортная ситуация уже совсем была тяжелой. Было принято решение строительства первой линии метро от Сокольников через центр до парка культуры с ответвлением до Смоленской площади. И почему бы он выбран этот маршрут? Самая загруженная площадь трех вокзалов и загруженная Меснинская улица. Узкая улица, на которой много высоких административных зданий располагалось. Собственно, они располагаются до сих пор. Пробки из трамваев и бюджового транспорта выбирается эта линия. Принимается решение о строительстве. И надо понять, что в постановлении о развитии жилищно-коммунального хозяйства в Москве о строительстве метрополитена там было две строчки. И ни о какой красоте, ни о какой дворцовости речь не шла. Речь шла о сугубо функциональном сооружении. И в принципе, вот, есть проекты 30-х годов, 27-го года. Вы видите, это вполне такие функциональные сооружения. Ну вот видите, да, этот проект вполне мог бы современным быть. А это все конец 20-х, начало 30-х годов. Но проектирование и строительство метро, оно приходится на такой переломный момент, когда в архитектуре в советской происходит поворот от авангарда к классике. Именно в этот момент строится метро. В 1932 году принимается решение о том, что больше не реализуются проекты чисто конструктивистские. А в 1934 году открывается жилой дом на Моховой улице. Это дом, где сейчас штаб-квартера и ФК-система, соседняя с гостиницей Национальной. Вы, наверное, знаете это здание. Дом по проекту архитектора Шелцовского. В таком крупном ордере решенном, в абсолютной классике. Оно знаменовало собой такой поворот к классическому наследию. И как раз в этот момент идет проектирование метро. Кстати, вы понимали, в 1931 году начали строить метро. В 1931 году приняли решение, в 1933 начали строить, а в 1934 году собственно его и построили. В 1934 году было выполнено 85% объема всех работ. То есть за один год были построены эти 13 километров. И уже во время строительства метро, в общем, вспоминают о том, что надо бы заняться архитектурным обликом. Вот только в этот момент. И создается метропроект из инженеров и привлекаются архитекторы, которые строят в общем наверху, потому что никакой подделанной архитектуры еще нет. Проводятся бесконечные конкурсы на станции. Я не буду... Да, кстати, вот первое линия, да, видно. Проводятся бесконечные конкурсы на станции. Практически никто из победивших проектов не принят к реализации. Причем, что интересно, конкурсы проводятся отдельно на подделанной части и на вестибюле. И ни о каком, конечно, стилевом единообразии нельзя говорить. Еще нет какого-то сформировавшегося стиля. Многие станции тяготеют к арт-деко, но на самом деле в них нет той декоративности, что появится в середине 40-х, 50-х годов. Например, на станциях первой линии практически отсутствует художественное оформление. Только панно на станции комсомольские. Больше вы нигде мозаик, каких-то фресок, каких-то брельефов вообще нет. Все решается архитектурными способами. 15 мая 1935 года метро открывается. Поезда, как я сказал, следуют от Сокольников, видно, Сокольники наверху, до Парка Культуры, отместление до Смоленской площади. Два поезда идут до Парка Культуры, а один поезд идут до Смоленской площади. Хотел бы остановиться на некоторых станциях, которые проводят наибольше интерес. Такая самая репрезентативная, самая дворцовая станция, это, безусловно, станция Кропоткинская, которая называлась Дворец Советов. У нее шире платформа, чем у остальных станций, выше высота. Почему? Потому что она омыслилась как аванзал Дворца Советов, который должен был быть построен. То есть это подземный вестибуль Дворца Советов. Это архитектор Душкин, который потом неоднократно становился архитектором многих станций и был главным архитектором метро Гипертранса, который проектировал в том числе и вокзалы. Станцию вы все прекрасно знаете. Опять же, если вы посмотрите, все решено архитектурными методами, никакого художественного оформления. Колонны, заканчивающиеся пятиконечными звездами, отсылают к такой храму в египетской архитектуре. Но, наверное, это самая предстоительная станция была. При этом вестибюль у нее вполне такой парковый. Вы видите, в конце Гоголевского или в начале Гоголевского бульвара такая парковая архитектура. Кстати, многие вестибюли первую очередь, они были снесены уже в 50-е годы, как не отвечавшие представлениям об архитектуре 50-х годов. Другая станция – Красные Ворота. Архитектор Иван Фомин, замечательный архитектор, дореволюционный. Он исповедовал архитектурную пролетарскую классику. Он пытался классическую архитектуру, сделать ее некий социалистический пролетарский вариант. Иван Фомин, вы, наверное, если даже не слышали это имя, вы видели все его произведения. Это, например, на Лубянке дом, где располагается гастроном Семен Катинян. Это вот его здание. Иван Фомин проектирует в таком классическом стиле станцию Красные Ворота. При этом вестибюль Красных Ворот проектирует архитектор Ладовский. Один из теоретиков русского авангарда, у которого, к сожалению, было совсем мало реализации. Вот эту вот и станцию Лубянку он проектировал. Лубянку перестроили, там практически осталось 2 метра от Ладовского. Вы, наверное, знаете, да, все этот выход, ракушку такой, символизирует тоннель. Абсолютно такое авангардное сооружение, которое и сегодня, по прошествии 80 лет, воспринимается абсолютно современно. Вот станция, заутруднее сказать, Смоленская или Арбатская. Я думаю, нет, мне кажется, Арбатская, Смоленская там плиточка, она такая, как сотовая. Вот. Очень простая станция, да, колонная, с 2 ряда колонн платформа. Другая, при этом вестибюль в виде пятиконечной звезды. Есть историческая фотография, рядом Арбатский рынок на Арбатской площади, который был разрушен во время, нет, во время войны. Станция, да, и архитекторы стремились, вообще задача была у архитекторов, никого идеологически не было в тот момент сделать максимальное ощущение того, что ты не под землей находишься, вот это ощущение избежать. Но архитектор Ладовский, он, наоборот, пошел по пути усиления вот этого ощущения тоннеля, подземелья. Это станция Лубянка и первоначальный вариант, тот, в котором она просчитывала до 70-х годов, пока не была перестроена, когда делалась пересадка на Кыльевский мост, о чем мы поговорим позже. В начале платформы, на самом деле, можете там видеть, буквально там два портальчика осталось. Дальше метро в 37-38 году строится, так называемая, вторая очередь, до Киевского вокзала, по-моему, не видно, до Курского вокзала, до Киевского вокзала, измус-клорецкий радиус, до аэропорта. И это архитекторная линия, извините, то есть первая линия красносельская, архитекторная линия продолжается, и самый такой ее манифест, это станция Маяковская, это первая подземная колонная станция в мире, вообще под землей трудно делать колонные станции, было в тот момент делать пилоны, то есть тоннели, и там выпиливали. По конструкциям вам покажу. Маяковская, наполненная светом, и здесь уже появляется вот этот декоративный элемент мозаики Дейнеки на тему День Советского Неба. Вы видите, Душкин сделал очень много вариантов этой станции, здесь представлен один из них. И он же делает абсолютно противоположную станцию, по своему характеру площадь революции, это тоже время, 1938 год, станция как раз пилонная, то есть строятся три тоннеля, потом между ними прорезаются проходы. И на самом деле первоначальный Дей Душкин, он не хотел делать скульптуры, но в результате множества согласований все-таки скульптора Майзера привлекли, который создал эти скульптуры. И, конечно, здесь Душкин сам писал в своих воспоминаниях, он был недовольен станцией, он говорил, средства художественной выразительности должны отвечать требованиям архитектурной логики. В этом плане установленные на станции площадь революции скульптуры трудно оправдать композиционно. Да, скульптуры согнуты, они на них как бы давят груз подземелья, но я вам показал эти две станции при всем своем различии. То есть это один архитектор, который пытается по-разному решить подземное пространство, и главное, здесь уже появляются вот эти декоративные художественные элементы, скульптура и мозаика. Один из вариантов, у нас много всяких красивых эскизов. Это просто в качестве такого любопытного артефакта, если вы вспомните выход из площади революции театральной, это достаточно такое неказистное здание. В общем, у нас вестибюли в московском метро того времени гораздо более интересно решены, потому что это здание планировалось строить в это помпезное здание Государственного академического кинотеатра СССР. И выход из Государственного академического кинотеатра, выход из метро должен был быть встроен в это здание, которое как бы замыкало театральную площадь. Да, и еще четвертый театр появлялся. Кроме того, интересны были решены станции «Сокол Аэропорт». Здесь такие вот своды, как бы парашют раскрывающиеся, и односводчатая станция, которая после 30-х годов только в 70-е годы вернулась. Эта типология была утрачена. Вы видите, на самом деле, если присмотреться, здесь много декоративных элементов, может быть на такой фотографии такого качества не видно, которые, к сожалению, были утрачены. Вообще, внимание к детали, к ручной детали было очень высоко. Очень высокая была культура запроектированного строительства. И чтобы вы понимали, первые линии, они строились просто ручным методом. То есть, молотком отбивали породу. Вот замечательные станции. Третья очередь. И третья очередь строилась, открыто была во время войны, конечно. Основной объем работ был до войны выполнен. И здесь уже виден такой вот поворот окончательный к помпезности, к торжественности. И я вам такую цифру приведу. Например, отделка станции. Расход мрамора. Первая очередь. То есть, это то, что я вам показывал. Сокольников до парка культуры. На одну станцию 1700 квадратных метров. Вторая очередь. Это вот Сокол, Маяковская, площадь революции Курска. 2400 метров. И третья очередь, которая открыта во время войны, 3300 метров. То есть, расход мрамора увеличивается в два раза. Оформление станции. У каждой станции появляется обязательно художественное оформление. И эти станции, конечно, открытые во время войны, их оформление меняется. Они уже становятся такими предвестниками победы. Война еще шла. Но 43-44 год, понятно, 44-й год уже освобожден на территории СССР. И они такие предвестники будущей победы. На станции Автозаводской, которая, опять же, проектировали Душкин, здесь, в принципе, такие же, да, есть отсылки и к Маяковской, и к Кропоткинской, располагаются фрески с цитатами, в том числе, цитаты из Сталина. Вернее, не из Сталина, а из казахского поэта Джамбула, который успевает Сталина. Вы видите разные варианты Автозаводской. Это станция Семеновская, которая, опять же, конструктив, мы поговорим про конструктив. Вы понимаете, станция метро, это лишь архитектура, это декор конструктива, да, прежде всего, это конструкция. И на станции Семеновской, бывшей Сталина, была очень интересно решена конструкция. Вот это, на самом деле, пилоны. Ну, вспомните, станции, не знаю, Арбатская, Смоленская, глубокие, да, то есть пилон, проход, пилон, проход, пилон. Здесь из пилонов вся порода вынута и сделаны колонны. Декоративное оформление. Лучшие советские художники и скульпторы работают на этих станциях. Эта станция немножко выбивается партизанская из общей струи, потому что она огромная по своему объему. Потому что там планировалось построить стадион имени Сталина, стадион народов СССР. И для большого количества, для распределения потоков, было сделано две платформы и три пути, которые, как мы знаем, не понадобились. Это один из проектных вариантов станции партизанская. Но вы видите, конечно, колонны и прочее, все гораздо упростили. Да, здесь должны были подсвечиваться внутри. Вообще, конечно, много проектов военного времени просто упрощались. И, наконец, то, что мы называем четвертая очередь. Открытая, начинается с 50-х годов открытия, до 55-го года открываются станции. Это станции к лицевой линии и станции Арбатско-Покровского радиуса глубокие. То есть, это синяя линия, Арбатская, Клошка-Эволюция, извините, Арбатская, Смоленская, Киевская. Это такой уже, конечно, триумф сталинского стиля. Кольцевая линия вся посвящена победе советского народа в войне. Причем, есть станции, на самом деле, но если мы говорим о какой-то стилистике, они, там, станция Таганская, кольцевая, тяготейка, такой, готический, да, к станции, это на Таганская кольцевой, панно со Сталином. Сталина было очень много на кольцевой линии, понятно, что в 60-е годы все было демонтировано. Станция Домбрынинская, бывшая Серпуховская, тяготейка, да, к Владимирско-Сутовской архитектуре. Ну, вы посмотрите на нее, понятно, что освещение современное, мозаика, там тоже космонавты, это не начало 50-х годов. Станция Новослободская, опять же, архитектор Душкин с этим замечательным панно, опять же, здесь, извините, с витражами, здесь панно, опять же, заменили в 60-е годы. Помпезность, торжественность. Прошу прощения, сейчас хотел привести цитату. Нет, нет, нет. И апофеозом всего этого становится станция Комсомольская-Кольцевая, архитектор Щусева. Архитектор Щусев, такой, да, архитектор, который проектировал, в общем, во всех возможных стилях за свою жизнь, да, он строил Казанский вокзал, Марково-Миринскую обитель, гостиницу Москва, мавзолей Ленина, здание нынешней ФСБ на Луганке, жилые дома, здание наркомзема, министерство сельского хозяйства на Красных Воротах, да, то есть он попробовал себя в любом стиле, в принципе, был очень успешен и удачен. И это его последняя станция, уже завершенная после его смерти, станция Комсомольская, но, наверное, их две такие вот станции с профилю сталинского стиля, это и Арбатская, вот особенно потом станцию Арбатской будут ругать. Причем такой поток народу на этой станции, что, в общем, все эти мозаики, они не воспринимаются, да, и их же никто не считывает. Три вокзала, и, в общем, когда придет Хрущев, именно это будут ставить в вину, вот эта излишняя декоративность, что, собственно, функция, она была уже забыта, изначальное метро. И последняя ВКО с такой, 55-й год, 53-й год, 5 апреля, спустя месяц после смерти Сталина, открываются три станции Арбатского радиуса, Арбатская, Смоленская и Киевская. И Арбатская это самая протяженная станция была, она сейчас в Робьево-Горы, на тот момент, и среди подземных она остается самой протяженной. Вы посмотрите люстры, мы вообще много каких чертежей нашли, да, где детали каждые прорисованы, и вы обратите внимание на этот чертеж, мы посмотрим, как проектная культура изменилась и какие чертежи стали делать после 55-го года. И в 53-м году умирает Сталин, и уже в 53-м году журнал «Архитектура СССР» публикует рецензию на станцию Арбатская, открытую буквально за два месяца до этого. Увлекаясь показной стороной, многие архитекторы занимаются главным образом украшением фасадов зданий. Извините, не то читаю. Авторы станции Арбатская, пройдя по линии усиленного украшения декоративных арх и сводов, не только не смогли собрать станции, но и создали витамительное однообразие бесконечно повторяющихся лепных орнаментов, архитектурных деталей и осветительных приборов, столь близко повторяющих форму храмовой архитектуры. Но, собственно, даже трудно поспорить с авторами этой рецензии разгромной. Это действительно тяготело к храмам, к храмовой архитектуре. И то, что в 30-е годы вначале начиналось как функциональное сооружение, в 50-е превратилось вот в эти памятники подземные, в эти роскошные сооружения. У нас здесь, по-моему, нет эскизов. Это, например, вестибюли 50-х годов. Это такие храмовые сооружения огромные, которые не были реализованы. И в 50-е годы происходит замена вестибюлей старых. Сносятся вестибюли парка культуры, Смоленская. И на их месте строится, например, парк культуры, вы знаете, да? Вестибюлю строится другое, где вот сейчас из кольцевой линии. Потому что те вестибюли уже не отвечают просто представлениям об архитектуре. Итак, Хрущев в 54-м, в 53-м году разгромная рецензия на эту станцию. В 54-м году совещание строителей, где Хрущев подвергает критике излишнего украшательства станции. И в 55-м году выходит постановление ЦК и Совета Министров об устранении излишек проектирования строительства. На самом деле про метрополитен там не было сказано ни строчки вообще в этом постановлении. Но там были такие строки, увлекаясь показной стороной, многие архитекторы занимаются главным образом украшением фасадов зданий. Ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные клады и портики и другие архитектурные излишек, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением. При проектировании строительства вокзалов также имеет место неправильное направление в архитектуре, поражающееся в создании вокзалов-дворцов. И в этом постановлении отдельно отмечаются два архитектора, которые имеют непосредственное отношение к метро. Это архитектор Душкин, тот самый, который спроектировал Найковскую площадь революции, Кропоткинскую. Он лишается, он снимается с должности начальника метропроекта. И архитектор Леонид Поляков, он лишается сталинской премии, которую он получил за станцию Таганская Кольцевая. И понятно, да, что происходит? Станции, вообще архитектура вещь инертная, и понятно, что в один момент не может она перестроиться, тем более, что в строительстве находится достаточно много станций. И проекты начинают упрощаться. Это Фрунзенская, на Фрунзенской не удалось сильно все упростить, остались люстры. Но, например, остались люстры. На соседней спортивной, этим особо гордились авторицензии, удалось, например, убрать люстры, уже не было. Причем вы должны понимать, архитектурное оформление это крохи в бюджете, это 2-3% от строительства метро. Это ничто, особенно когда речь идет о подземных сооружениях, а вернее о станциях глубокого заложения, это еще меньше. Это очень небольшой процент бюджета, то есть это не сэкономишь, заменив там рамор на штукатурку. Но делаются такие брутальные вестибюли, и, наконец, признается, что, в общем, объем вестибюля, он какой-то был излишний. И сокращается объем вестибюля, просто его кубатура, сейчас у них где-то хорошие цифры были. И делаются такие, да, вот смотрите, на кольцевой линии кубатура вестибюля была 11-14 тысяч, вот, и постановление Совета Министров сказали, все, не больше 7 делать тысяч. Больше 7 тысяч нельзя. Высота эскалаторного зала 7,5 метров, была 10-11,5. И здесь вестибюли еще такие в таком брутальном сталинском, классическом ордере решены. Здесь также, это проект станции ВДНХ, упрощенный, но его еще, извините, рижский, да, его еще более упрощенным, такие вот лампы делаются. И появляется вестибюль ротонды, который на станциях рижского радиуса и на университете. И у него уже 5600 метров, то есть по сравнению со сталинскими вестибюлями в 2,5 раза снижен объем кубатура. И на самом деле в этом есть некая логика, да. Далее, ну вот видите, ротонда, всем наверняка известно. В 1958 году, дальше идут по линии упрощения, строится первая наземная станция. Была одна небольшая наземная станция в электродопоис Майлова, но делают новую линию от Киевской туда к Филям. Вы должны понимать, что на самом деле это делают те же архитекторы, да, те же, что делают сталинское метро, они никуда не делись. В 1958 году открывается студенческая Кутузовская, это архитектор Зинкевич. И это были на самом деле первые полностью хрущевские станции, да, то есть спроектированные и построенные при Хрущеве. Не упрощенная изначально. И архитектор Зинкевич, он говорит, интерьеры вестибюля запроектированы в сплошном остеклении. Благодаря этому раскрывается их пространство, объединяясь с городским дизайном. Постановка вестибюля не на городской территории, определила их архитектурную трактовку в виде легких павильонов. Ну, вот они, да. В этом качестве, мы полагаем, заложен источник нового функционального образа станции наземного метрополитена, решаемого скорее средствами архитектуры корабля, самолета, автомобиля. Представьте, 1958 год, да, он про архитектуру корабля, автомобиля говорит. С момента постройки арбатской глубокой вот этой вот, да, хромовой архитектуры прошло 5 лет, да, поменялось все, абсолютно, да. Старая архитектура, оставленная в прошлом, абсолютно начинается новое проектирование. В 1959 год открывается станция Ленинский город, станция на метромосту, то, что называется Воробьевы горы, тоже такая программная станция, и неназемная, да, и ненадземная, парящая над рекой. И это такой манифест, на самом деле, того времени, этой модернистической хрущевской архитектуры, потому что мы должны понимать, не просто упрощалось строительство, это не просто, да, мы теперь будем проектировать без, без делать здания с плоским фасадом, а не с фасадом из классического ордера. Нет, восстанавливались связи с зарубежными архитекторами, начали переводиться американские и французские журналы на русский язык архитектурный, начали советские архитекторы, ездить в командировки, начали технологии оттуда перениматься, и станция Ленинский город была такая, да, прозрачное, сплошное истекление, наполненное светом, парящее над рекой. И одним из важных элементов этой станции стала эскалаторная галерея, открытая вместе со станцией туда наверх к дворцу пионеров, которая была автономным сооружением от метрополитена, здесь вот станция, начиналось, люди проходили, поднимались наверх. И, ну, собственно, остатки, вход, вы можете до сих пор видеть ее внизу. Галерея? Ну, как, есть толсток и все. Да, да, ее не стали восстанавливать, когда стали Ленинские горы после реконструкции. Секунды, вот, открою. И, посмотрите, эти фотографии, вот особенно это абсолютно современное сооружение, да, которому, на самом деле, больше 50 лет. В тот момент архитектура советская, так же, как в 20-е годы, она синхронизировалась с тем, что происходит за рубежом. Другое дело, что в итоге строительный комплекс, индустриальное домостроение, оно победило архитектуру, и архитектор оказался в подчиненном положении, в котором прибывает до сих пор. Это кадры с фирмы Подсолнухи 70-х годов, где героиня Софи Лорен, вот она, спускается по эскалатору в поисках своего мужа. В 61-м год мы все знаем хрущевки, да, типовое строительство, пятиэтажки, здания, которые строят, фактически создаются на заводе, приезжают на площадку и их собирают. И, собственно, под землей должна была появиться своя сороконожка, своя типовая станция, которую можно быстро строить, быстро возводить, в рекордные сроки, быстро и дешево. И станция в конце 50-х годов, это чертеж, наверное, 50-58 года, поиски какого-то образа станции, это наземный вестибюль, вы видите еще такой павильон, если вы были где-нибудь там в Берлине, то, в принципе, там такие павильоны стоят. Но и этот павильон, и эта станция, это новые черемушки, проезд 1683, рабочее название. И эта архитектура, признается, слишком сложной, дорогой и декоративной. И вот проект первой станции Сороконожки. Эта станция, вы видите, прекрасный чертеж хапельной стены, у каждой хапельной плитки адресовая. И, наконец, она открывается в 62-м году, в декабре, открывается станция Первомайская. Эта станция Сороконожка, и таких станций у нас на сегодня примерно 50. То есть, каждая четвертая станция в Москве, это станция, мелкая станция, колонная станция мелкого заложения. Сороконожка. И вот начинается это десятилетие типового проектирования. Значит, что может архитектор? Станция, понятно, она из бетона, потом железобетона строилась. Колонн сначала было 40 пар, потом модернизировали, до 26 дошли, то есть шаг колонн был не такой. Что может архитектор? Архитектор может выбирать там из пяти-шести наименований оттенки мрамора. Чем облицовывать? Каким оттенком флитку керамическую облицовывать, путевые стены? Все. Вестибюля наземного нет, выход в подуличные переходы и вот этот вот ребристый потолок. И это вот Первомайская, которая в принципе в первозданном виде существует. Ну, у нас аналогичная станция вот до этого Арбатская была, но, понятно, более декоративная. И в 62-м году впервые уже, в 62-м году открывается Калужский радиус. Хрущев открывает тут станцию Октябрьская до станции Новой Черемушки. Где-то типовая конструкция, она уже обкатана в большей форме. Открывает станцию Октябрьская. И эта станция тоже сэкономили, сделали меньше диаметр вестибюль, меньше диаметр зала. Облицовка где-то метр девяносто, выше уже штукатурка. Никаких люфт, ничего нет. И таких станций, построенных по такому проекту, у нас две. И дальше четыре станции. Шабловская не была открыта, она открыта в 80-м году, было только четыре станции. Но что здесь интересно, здесь появляется одно из таких лучших сооружений архитектуры модернистской Хрущевской. Это вестибюль станции Октябрьская, наземная. Это на самом деле вот эта кладка, она, там, эскалаторный зал. То есть архитектура, она повторяет внутреннюю планировку. И, собственно, да, отсылает к такой архитектуре и конструктивизме русского авангарда. Где внешний облик здания следует за внутреннюю планировку. И делается такой замечательный козырек, который тоже нас отсылает к архитектуре русского авангарда. Кроме того, значит, четыре станции-сороконожки смонтированы полностью из сборного железобетона. И сэкономили 120 тысяч тонн металла, потому что из железобетона делали. И журнал архитектуры и строительства Москвы говорил, что сэкономили примерно в два раза. Снизилось себестоимость строительства по сравнению с тем, если бы глубоко делали с железобетонными металлическими тюбингами. Это четыре станции, четыре новые черемушка, профсоюзно-академическая и Ленинский проспект. Ленинский проспект немножко отличается. Так вы видите, да, рисунок пола, рисунок колонн, облицовка путевых стен. И форму колонн еще можно было менять. И архитекторы, в общем, соревнуются, кто что может сделать в рамках этой политики. В 1966 году открывается Ждановский радиус. И здесь уже по сравнению с Калужским есть такие уже изменения. Например, на станции Таганская возвращается декоративное оформление. Это первая попытка. Это в новом материале уже, естественно, это пока не мозаики, не мраморное панно. А это такая вот из металлического профиля, это тема космоса, но а Таганская радиальная. Появляются элементы, это пролетанское, художественное оформление. На самом деле на каждой станции есть шкаф кабельный, ну, чтобы доступ к кабелю был, который там за стеной идет. Вот появляются первые признаки декоративного оформления. Кузминки, Рязанский проспект. Вы увидите, как красиво в проекте выглядело. Вот, кстати, вот рисунок Рязанского проспекта, это утверждали архитекторы. Ну, здесь вот он упростился, вот, а в проекте он будет более сложный, что это, ну, вот видно, что это традиционные рязанские полотенца. Вот, и, собственно, вот эта тема, что у нас у каждой станции художественное оформление, оно до конца советской власти, оно пройдет. Текстильщики. Чем было текстильщики интересно? Она здесь впервые попытались сделать другой облицовочный материал стены. Это, сейчас вспомню, как называется, это называется стимолит, это закаленное стекло, которое в алюминиевый каркас был помещен. Но, к сожалению, вот эти эксперименты с новыми материалами, собственно, да, где как мне в метро катались какие-то новые материалы, они быстро закончились. Да, опять вернулись все к плитке. Это архивные фотографии текстильщиков. И что важно? Важно, что все-таки метро вспоминают, что метро это метро, это транспортное сооружение, которое должно вас из одной точки быстро доставить в другую точку. И много статей в печати профессиональной того времени посвящено тому, что переходы в московское метро очень большие. Вот эти вот между сталинскими станциями, вот особенно где-нибудь в центре, да, там между площадью революции театральной, вот этот вот коридор. Вот, что это все не современно, не для, плохо для современного города. И, собственно, делается много для того, чтобы, для того, чтобы интегрировать железнодорожный транспорт и метро. На станции Ленинский проспект окладывается возможность пересадки на московскую пульцевую железную дорогу. Ту дорогу, которая откроется, наконец, в этом году. Вот, а на станции Веждановская, это опять же журнал архитектор и строительство Москвы, мы нашли такой замечательный эскиз, где вот эти вот люди в модной одежде для того времени. На направлении на Казанском специально строится железнодорожная платформа и интегрируется со станцией метрополитена, да, то, что теперь Выкино называется. Понятно, что у нас там на востоке живет 30% населения, сейчас этот узел перегружен, но для своего времени, да, это был, в принципе, прогрессивное решение. Или Москвы, да, когда можно с железной дороги перейти на метро. Ну, вот как это выглядит за уранчо, да, метро прям платформа железнодорожных и интегрировок метрошной. В 1969 году открывается замоскворецкий радиус от Автозаводской до станции Аховская. Инженеры вот этого замечательного транспортного моста от Автозаводской до Коломенской получают госпремию за свои инженерные сооружения. Возвращаются вестибюли у нас в массовом порядке до этого только, ну, вот на Ленинском проспекте был, на Рязанском. Здесь наземные вестибюли делаются уже такой же, такой крупный, потому что на Каширской опять же закладывается возможность пересадки на ответвление до Красногвардейской, которое было построено позже. И здесь вот массово появляется художественное оформление, да, это мы с каждой станции взяли Каширская, Варшавская, Коломенская, Каховская. И на самом деле сюжеты, они такие все достаточно нейтральные, да, то есть вот этого, как в Сталинское время, нет вот этих идеологизированных. В 70-е годы, в 70-м году открывается Китай-город и Третьяковская, ну, площадь Нагина так называлась. Это первые за 17 лет станции внутри, внутри кольцевой линии. У нас 17 лет не открывались станции внутри кольцевой линии. И опыт проектирования глубоких станций, он был практически утрачен. У нас не было глубоких станций, глубокие, они всегда более торжественные, да, они более сложные по конструкции. У нас строились неглубокие колонны и станции. В 17-м центре, в пределах кольцевой линии ничего не строилось. Открывается площадь Нагина и Третьяковская, ну, Антонова Кузнецкая называлась, неважно. Эта станция, на них, кстати, был объявлен конкурс. Китай-город выигрывал две команды, которые делали каждый свой зал. И метры Гипротранс, архитекторы объединяли это вместе. Но, на самом деле, если вы сейчас вас там спросите, чем там Тургеневская отличается от Китай-города или там Улыбянка от Сухаревской. Я боюсь, что вы немногие вспомнят, как эти станции, да, и в чем они примечательны. Вот, не знаю, может кто-то вспомнит, нет? Нет. Вот, это такие нейтральные станции, такой вот, наверху такие обкомы строились, знаете, да, в 70-е годы обкомы райкомы, таким белым камнем облицованные во всех областных центрах, да, и районных центрах. И эта архитектура, в принципе, такая же, да, и здесь какие-то попытки сделать вот чеканку на путевых стенах. Это вот, опять у нас литературщина, это станция Сухаревская, бывшая колхозная, это сног сена, вот. Вот, то есть, да, будете теперь знать, всем рассказывать, вот. Но, в принципе, станции, с одной стороны, не тяготеют к архитектуре, к той, которая была в сталинское время, с другой стороны, видно, что это станции современные, да, но вот это освещение, ну, понятно, что не могло быть такого освещения в 70-е годы. И робко-робко на Кузнецкой, все проекты, 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 модные девушки на Третьяковской. Кроме того, в 70-е годы реконструируются две станции, чистые пруды нынешние Лубянка, когда в 35-м году их открывали, не было возможности, очень тяжелые были геологические условия, центрального зала, то есть центрального зала не было. Было две платформы, здесь люди выходили, раскрывают их внутренности, на чистых прудах архитектуру сохранили, на Лубянке вот это все утрачено, да, там такие вот пилоны массивные. И в 75-м году две важные станции открываются, Кузнецкий мост и Кушкинская. Архитекторы пытаются найти образ вот этой подземной станции глубокого заложения и, прошу прощения, так, 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 Кушкинская и это Кузнецкий мост архитектора Алешина, замечательный архитектор, которая недавно, к сожалению, года два назад умерла, и Кушкинская архитектора в Дове. Они по конструкции, на самом деле, одинаковые, если вы их вспомните, они так визуально кажутся разными, вот, там одинаковый шаг колонн, одинаковый диаметр тоннеля, вот, и Кушкинская, которая... Да, вот, Кушкинская, это первая станция, она такая вот, все-таки, которая возвращает с 70-х годов, которая нас возвращает к архитектуре 30-х, 50-х, да. Здесь такая очень элегантная станция и по цветовому решению, и по деталям. Здесь, наконец, вот появляются детали, да, того, чего не было там на Китай-городе, на Тургеневской, на Третьяковской. Вот, мы нашли рисунки, то есть, каждые детали вычерчивались, это вентиляционных решеток чертежей. Они, на самом деле, сохранились, я недавно там был, все отфотографировал, вот, украшены фризами в виде перьев, декоративными решетками, люстрами бра, и люстры в последний раз в 58-м году использовались. То есть, нас возвращает к сталинскому метро, но в таком не варианте еще торта, да, в таком элегантном еще, в конце 30-х годов. И Кузнецкий мост, еще одна замечательная станция, но, понятно, здесь пытаются архитекторы такие, как акведук идут, собственно, наверху в это время раскапывают, идут археологические раскопки, раскопан Кузнецкий мост, который там благополучно есть, но его засыпали. И вот эти архаты, они имитируют мост через Неблинку, да, вот, колонны серо-голубым мрамором отделаны, опять ставки из алюминия, и, что важно здесь, метро, раньше, если вы вспомните, любой вестибюль сталинской станции метро, он так доминирует на площади, да, там, на Таганске, там, на Добрынинске. Здесь же вестибюль в центре делается во дворе, да, Кузнецкий мост, как вы помните, выход во дворе сделан, а не в историческом, не на улице, не на красной линии улицы, то есть такое внимание к исторической среде появляется. И в этот момент, собственно, происходит, происходит поворот к такому монументальному метро, но при этом в центре, где индивидуальное проектирование активное, на глубоких станциях, на мелких пытаются все-таки разнообразить как-то вот эту типовую конструкцию, сороконожку, и вы видите, это продление радиуса туда до Медведкова, станция Ростокинская, Свиболово-Бабушинская, Медведково, Ростокинская, это то, что ботанический сад называется, пытаются найти новую форму. И, например, Талешин, она в разговоре со мной вспоминала, что они такую колонну делали, и секвой цвет, и путевую стену, там, и красным, и синим, что-то люди не делали, а где людей спрашивают, что вы видите на станции, а люди видели вот этот вот ребристый потолок, больше ничего люди не видели. Вот, и тут, наконец, значит, среди 70-х годов, в Медведковом, в Медведковом, в Медведковом сад они впервые зашивают этот потолок, чтобы хоть как-то разнообразить эту типовую конструкцию. Ну, собственно, вот она, видите, этот потолок, они явно ее делают разнообразными. И, на самом деле, в типовом проектировании нет ничего плохого, да, действительно, он дешевляет себестоимость строительства, и очень много станций, построенных в 70-80-е годы, они были типовыми, но, тем не менее, имели индивидуальные решения. Кроме того, все более и более декоративными становятся станции, видите, там форма колонн становится более интересной, используются разные материалы на путевых стенах. Впервые, там, на Пролетарской, как вы помните, мы говорили, что использовались в 70-е годы, снова возвращается. Ну, тут вот, гербы городов, ничего, чего только не было. И, наконец, возвращается односводчатая станция. Односводчатая станция, которая у нас в 30-е годы была конструкция, на 40 лет была забыта, на 35, возвращается в 70-е годы односводчатая станция. Собственно, на окраинах строятся два типа, колоннная станция мелкого заложения, сарканушкой, и односводчатая станция. И односводчатая, это на сегодня, в 2000-е годы, это самая популярная конструкция в московском метро была. Ее очень любил заказчик. Архитекторы работают с этими двумя типами. Как вы думаете, почему ее заказчик любил? Есть у кого-то? Тешевле? Да? Тешевле? Нет. Просторнее. Ну, да, просторнее. На самом деле, что равномерно распределяются потоки, и легче ее убирать. Нет, ни колонны, ничего, и просмотренность хорошая. Вот, и мы посмотрим здесь, вот, работа со сводом, ну, так, какая-то была, а в 2000-е годы, когда станции ФОН-15 было спроектировано односводчатых, очень активизировалась эта работа со сводом. И такой апофеоз вот этого вот поиска какого-то такой репрезентативности парадного образа станции, это 1979-й год, калининский радиус, где в силу гидрогеологии из шести станций четыре глубокие. И они еще не просто глубокие, они все на таким идеологическим смыслом, да, на нагрузку у них, это шоссе энтузиастов, марксистская площадь Ильича, все вот это, да, там, Владимир, где там, как и Катаржан гнали, вот. Здесь архитекторы уже так по полной оттянулись, если вот Кузнецкий мост, в Пушкинском, вы видите, там такие элегантные решения, здесь они, конечно, более уже грубоватые, это, например, станция площадь Ильича с такими пилонами, да, и понятно, что это красный, красный камор, потому что Ильич, это шоссе энтузиастов, где мое любимое вот это вот панно, где там рука пробивает стены, вот. И как раз в этот вот момент каждая станция имеет свою, свою тему оформления, и даже если темы какой-то нет, она высасывается из пальца, потому что это, конечно, становится огромным бизнесом, да, ну, как бы мы сегодня это воспринимаем, потому что есть прикормленные художники, скульпторы, которые делают вот это все, все оформление, да, например, вот, ну, здесь понятно, да, там связано с революционным движением, а, например, на станции Полянка там тема молодежь Москвы, вот, документ вы посмотрите. Вот эти молодежь Москвы, там, если вы помните, в торце стоит такая, такая скульптурная композиция, брельеф, где молодой человек с девушкой стоят, почему-то они на Полянке, как бы, при чем Полянка и нет, ну, каждая станция должна иметь художественное оформление. И здесь самая роскошная такая станция, это авиамоторная с таким вот золотым потолком, золотым сводом, да, такое вот новое прочтение классики московского метро. Первого, опять же, односвотчатое, и, естественно, это вот проект Новогиреева, в Новогиреево пишут 75-й год проектирования, мы сделаем звукопоглощающий потолок, вот такой потолок подвесной, он будет звукопоглощающий, и как-то обогатит станцию визуально. Естественно, ничего реализовано не было, сделали как обычно, потому что всегда, как вы понимаете, гнались за сроками, да, там, к 7 ноября, к Новому году, там, теперь к Рождеству, к Дню Города, надо, трудящиеся требуют метро, да, вот. И в 83-м, 94-м году, на самом деле ставится в середине 80-х годов, в 86-м, 87-м году много обсуждается, что, собственно, уже роль архитектора, роль архитектурных решений, она сильно снижена, что в основном правит бал вот это вот декоративно-художественное оформление, да, мы сделаем одну и ту же станцию, но просто какое-нибудь там панно, там, с гербами древнерусских городов поставим, и на серпуховском радиусе, открытом там, ну, с 83-го, вот эта часть, которая представлена, по 85-й год открывалась, здесь были попытки все-таки решить архитектурными способами, на станцию Серпуховская проводится конкурс, выигрывает архитектор Павлов, замечательный советский архитектор, у него главные произведения, это музей Ленина в Горках, такой советский парфенон, здесь замечательный светодиод должен был проходить через всю станцию, вообще, тема освещения в метро, да, она, это отдельная такая история, как освещать, но, к сожалению, уже в наше время будет заменили на такие дротские фонарики. Станция Пражская делается вместе с чешскими архитекторами, они материалы, которые не очень часто используются в московском метро, нельзя сказать, что никогда не было керамической плитки, да, она там была керамиками, там, на Рижской, позже на юге Калужской Рижской линии, но они своим отделочным материалом делают, и как раз здесь, звукоизоляция сделана, видите, да, звуковоглощение. И самая замечательная станция, где все-таки подается архитектор, именно архитектурным способом решить станцию, это станция Нахимовский проспект, вы видите ее эскиз, да, здесь сводят такие вот сделанные яйца, вот, два ряда по, две группы по два ряда, вы видите, да, то есть здесь не мозаиками бесконечными рельефами решается, а именно архитектурным способом, и это такая станция Притечи, тех станций, которые в 2000-е годы делаются односвольчатых. При этом есть такие станции, которые уже, ну, полностью отсылают нас к какому-то времени, там, 30-м годам, это станция Чердановская, которую делал архитектор Алешина. Чем была обусловлена? Вообще, вы должны понимать, архитектура всегда, да, это не про красоту, прежде всего, это про какие-то возможности, про технологию, да, здесь станцию надо было сделать чуть глубже, чуть глубже, она, в общем, была, как бы, и не мелкого, и не глубокого заложения, если делать типовую станцию мелкого заложения, то, в общем, будет большой вес земли сверху, потому что она поглубже, поэтому здесь сделали выше потолок, она концентрировалась по индивидуальному проекту, и вы видите, да, она отсылает эту форму колон, конечно, к автозаводской и к... к автозаводской, к Кропоткинской, но люстры абсолютно такие вот, 80-е годы. Станция Бравицкая, в самом центре, да, посвящена московскому Кремлю, и здесь появляются светильники, которые на многих станциях будут воспроизведены, станция глубокого заложения, я очень люблю пилонов, вот в этих там есть такие плиточки, у вас там какой-то космонавт здесь, да, рыба, да, и станции, которые в 80-м году, во второй половине 80-х годов открываются, они такие, да, очень отягощены такой вот декоративностью, да, это вот Чеховская с этими сухоцветными металлическими, в, не знаю почему, вот, это вот Менделеевская с этими молекулами, да, вот, это Тимирязевская с цветами, понятно, Тимирязевская сельхозакадемия, станция Отрадна, посвященная восстанию декабристов, вот, ну, я не знаю, если бы были на Отрадном, да, вы помните, нависали над тобой, вот, и, в общем, наверное, это бы все долго еще продолжалось, вот эта вот декоративность усиления, 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 если бы не 90-е годы, кризис, да, сокращение резкое финансирование метро, и уже при этом было много проектов в стадии строительства, в общем, надо было строить, достраивать то, что есть, да, хоть какими-то способами, вот, вот, и в 95-м году открывается Люблинский радиус от Чикаловской до Волжской, это, на самом деле, советские станции, советские в том плане, что их начали строить по советской власти, и это, на самом деле, на них архитектуру упрощали, оформление, как только могли, да, потому что надо было достроить станцию, но, на самом деле, это очень интересные станции в техническом плане, у нас конструктивно, долгие годы станции не развивались, к сожалению, и как раз в тот момент, когда Советский Союз и деньги вместе с ним закончились, станции нового, нового типа, они, наконец, были построены, это станция колонна-стеновая, это для глубоких станций, да, где большой гнет пород, это крестьянская застава, видите, да, такие тонкие стены, это и не пилоны, и не колонны, да, называется колонна-стеновая, это римская, на римской, конечно, римское вообще проектное название было серпу-молот, и, соответственно, оформление должно было быть соответствующее, да, но решено, время должно было быть станцией московской, но так как там метро практически не строят, из-за того, что там все время на что-то и денег нет, то археологические артефакты натыкаются, то римская, вот, да, здесь такое архивное фото этого фонтана, даже вот чертеж нашли, и я не знаю, если вы даже не очень понимаете в рисунке, в принципе, это неплохое сканирование, это такой чертеж, это такой вот, это не тонкий рисунок, как вначале было, где мы показывали люстра арбатской, это просто уже качество графики проектной. Станция Кожуховская, односводчатая, станция Печатники, опять же, вы видите, попытка этот потолок убрать, да, это типовая станция Коломна. Станция Волжская, здесь, да, там лавочка сидеть у каждого другого можно, да, вот, опять же, новая конструкция, такая, видите, коробка, да, вот, здесь разнообразие конструкций, это станция Братиславская, бывшая Краснодонская проектная, Владимир Шин, она не Братиславская, она, причем, на самом деле, не столько Братиславе, посвящена, сколько, 850-летию Москвы, тут, вот, Хармон Конституции Спасителя, она одноколонная, у нас такой, в последний раз, конструкция была на Красносельской. И вы должны понимать, что это все советские станции. Это станция Сретенский бульвар, которая открыта была в 2008 году, но строилась тоже, еще начала при советской власти строиться, я как раз так тогда работал в компании, которая, собственно, проектирует это, и я помню, Лужков на открытии сказал, что за 17 лет мы столько денег вбухали в консервацию трубную и Сретенского бульвара, что уже можно было несколько таких станций построить, честно сообщил он, вот, опять же, да, это станция абсолютно, Сретенский бульвар, советский проект, ну, место мрамора, здесь такие вот металлические сделанные вещи. Это трубная тоже, в такой же конструкции, как аналогичная, не такой же, но аналогичная, крестьянская заставия, опять же, абсолютно советский декор, да, это не 2000, это не архитектура 2008 года, и надо понимать, что, когда закончилась советская власть, архитектура, та, которая над землей и под землей, она абсолютно в разные стороны пошла, да, у нас, если во всем мире архитектура общественных зданий, госзаказ, он часто является, наоборот, это самая инновационная, самая провокативная архитектура, потому что частные заказчики не хотят вкладываться, рисковать, да, а госзаказ, он готов там экспериментировать, поддерживать какие-то нестандартные решения, у нас же наоборот, да, у нас частые компании, они самые, самые прогрессивные, а госзаказ, особенно горзаказ, особенно того времени, это самое такое архаичное, вот, и понятно, что эта архитектура никак не могла быть в 2008 году, вот, там, архитектура из 80-х, дай бог, и апофеозом всего этого, это была станция Парк Победы, ее даже, там, две станции Парк Победы, как вы, наверное, знаете, значит, почему их две, потому что у нас в советское время был проект такого мега, мега, мега линий из Химок в Митина, там, нет, из Химок в Гутово, из Митина в Мытище и четыре линии, вот, должны были быть, там, 10 вагонов в составе 120 км в час, вот, и, собственно, для пересечения одной из красных линий с радиальной, надо было построить станцию, поэтому начали строить две станции Парк Победы, вот, и станция тоже открыта в 2003 году, и она отсылает одновременно и красно, и к, извините, к Красным Воротам и Комсомольско-Кольцевой по идеологии, вот, и, ну, это такой, понятно, какой-то постмодернизм, такое количество, вот, мне архитектор рассказывает, что здесь это Карарские мраморы из Италии, из севера Италии, знаменитые месторожнения, что, когда приезжали люди из Италии, они из этого месторождения не верили, они не видели такого количества мрамора в одном месте, да, вот, но, опять же, абсолютно архаичная станция, да, и все время говорил, что мы строим это для ветеранов, для ветеранов, для ветеранов, ну, понятно, что это ветераны, там, они такие лестницы никогда не преодолеют, и я, позоветив, практически не назвал никаких стилей сегодня, потому что, на самом деле, это стили всеусловные, да, и нельзя сказать, там, это модернизм, это классика, это альпир, ну, вот, это нечто такое суверенное, внестилевое, и еще одна станция такая же, Достоевская, по конструкции такая же, как, по конструкции такая же, как Крестьянская застава, абсолютно тоже строилась давно, все эти решения, там, из конца 80-х годов, я помню, даже не было рендеров, ну, компьютерного моделирования, все были эскизы, вот эту станцию, то есть, когда показывают, показывают ручную графику, созданную в 80-е годы, вот, это все еще долго тянулось, но, слава богу, станции построенные, которые начали строиться в советское время, они закончились, и как-то, там, в 2010-2011 году стало повеселее, и как раз в этот момент заказчик в лице метрополитена обращается к односводчатым станциям, и здесь начали экспериментировать с односводчатыми станциями, ну, собственно, если это односводчатая станция, с чем вы можете экспериментировать, это со сводом, с освещением, да, загромождать станцию или не будет, это станция Новый Косино, архитектор Борзенков, ну, здесь более такая фотография читаемая, здесь разные типы светильников применены, такая станция абсолютно графичная, да, серый, белый, черный, ну, серый, белый, там, оттенки серого, и за счет разного типа освещения, она по-разному проецируется, эта станция, на самом деле, очень светлая, при этом цвет возвращается в московское метро цвет, это терракота, подуличные переходы, вестибюли облицованы вот этой оранжевой и зеленой терракотой, при этом сама станция такая графичная, появляются какие-то новые типы наземных вестибюлей по архитектуре, да, вы видите, такой вот асиметричный, замечательный вестибюль, опять же, терракота, это вообще, на самом деле, это Новый Косино, это замечательные, хорошие материалы, таких материалов уже не покупают, потому что они дорого, это замечательная голландская терракота, сделанная в Голландии, вот, это продление южного, это южный участок Люблинской линии, Борисова-Зябликова и, Борисова-Зябликова-Шипилова, три станции, три односводчатые станции, в каждой станции по-своему решен свод, ну, вы видите, терраконный тип свода, это Голландия-Зябликова, переход на Красногвардейскую, возвращается цвет в московское метро, Ярмутовский проспект и Жулебина, это станция Жулебина, опять же, это как раз терракота, спектр меняется и появляются новые материалы в московском метро, вообще, в московском метро очень консервативные материалы, традиционный гранит, мрамор, здесь появляется новый материал, почему мы всегда говорим, а почему гранит и мрамор делаем, потому что они долговечны, на самом деле, какая-нибудь терракота, она тоже долговечна, ну, опять же, это докрит, строить уже никаких таких материалов у нас не будет, будет отечественное, да, это Лермонтовский проспект, он попроще, односводчатая станция, тоже вернулся туда цвет, возвращается и декоративно-художественное оформление, это Битцевский парк, переход на Новоясневскую, она такая асимметричная станция, это закаленное стекло, панон на стекле, во всю станцию, это художник Бупнов, их целая династика, там, вон, три или четыре художника в семье, которые в московском метро, там, последние 50 лет что-то делают, вот, так, это, это какой-то рендер, хочется, что это? Вестибульный. А? Нет, я вижу, что это вестибульный, но я не понимаю, чей это. Спартака. А? Нет. Танискса. Нет, не Спартака. Которая одна. Танискса. Извините. Станция Спартак, которая была законсервированная, да, это сороконожка обычная, расконсервирует, и здесь тоже из закаленного стекла появляется декоративное оформление. Вообще, появляются новые, разные материалы, да. Видите, здесь потолок заширен, вообще это обычная сороконожка. цвет, опять, это румянцевая, самая последняя станция румянцевая и салты, и салариево, да. Вообще, ну, я знаю, там многие выступают против вот этой вот пестроты, но мы, на самом деле, не знаю, у нас такая, мне кажется, серая жизнь. И, особенно на современных станциях, да, где там вокруг вообще ничего нет, она вполне допустима. И вообще, если вы посмотрите, Описание, если, ну, понятно, в сталинское время их идеологическую нагрузку несло, то уже даже в Брежневское, ну, понятно, в перестроечное время вообще трактовалась станция как центр района, поэтому у нее должна быть самая репрезентативная архитектура. И, наконец, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов проводит конкурсы на станции метро. На самом деле, когда мы говорим «конкурсы на станции метро», мы должны понимать, это конкурсы на декоративное оформление тех станций, которые уже в конструкциях и строятся. Вот, и было в 2013-2014, да, в 2013-2014, да, в 2013-2014 было проведено два конкурса на новой переделке из Солнцево и, извините, из станции, в общем, Мневники и соседние, там вот, где парламентские центры собирались строить. Вот, и принимали участие самые разные команды, но и на подземную часть проводились конкурсы, и на наземную. Если вы помните, у нас был подобный эскиз в начале Измайловского парка. Там, к сожалению, 100 слайдов надо отматывать. Вот, и что здесь важно происходит? Тут можно много говорить об архитектурном там решении, ну, допустим, вот, там, не оштукатуренный бетон, да, который, так, такое мудное решение, которое в метро не применяется. Что здесь важно? Важно, что на протяжении нескольких десятилетий в метро, как бы, существовало монополии одной компанией, которая, одной организацией, которая проектировала метро, да. Если в начале проектировали самые, ну, востребованные на тот момент архитекторы, как Душкин, Щусев, Фомин, то в 50-м году, когда окончательно сформировалось вот это монополие метро Гипротранс, он, только он проектировал метро, да. Они, понятно, специалисты, они знают, как это делать, тем не менее понятно, что появляется некое однообразие. И, конечно, возвращение вот архитекторов, именно архитекторов вообще, да, не подземных, про разных архитекторов метро, это такая важная задача, да, потому что архитектура метро, ну, не должна быть настолько автономной от всего, что происходит на земле. На земле, я имею в виду на поверхности. Вот, и, собственно, этот конкурс, он и был призван, вы можете на сайт Арксайта зайти, там все описано и лежит, вот, он был призван вернуть вот эту вот архитектору с поверхности, чтобы привлечь ее к проектированию метро, потому что это важная, да, часть нашей жизни, важная часть повседневной жизни горожанина. К сожалению, многие проекты, и здесь сказывается, да, они нереализуемы, потому что, ну, метро – это технология, да, и там определенные требования безопасности, и многие там красивые картинки, которые вы видите, да, их никогда там не реализуют в силу. И требования безопасности нашей строительной культуры не очень высокой, скажем так. Вот, и того, что у нас все надо сдать завтра, завтра. Вот, я не стал показывать проекты станций, которые строятся сегодня, они, на самом деле, там, на какой-нибудь сайт МОЗРУ или СтройМОЗРУ зайдете и можете посмотреть их. Вот, мне хотелось показать именно какие-то менее очевидные вещи современных, но сегодня, к сожалению, все по пути типового проектирования, по пути упрощения проекта денег нет, материалы самые дешевые, срок года в эксплуатацию является самым важным, и, к сожалению, это влияет на качество всего. Вы можете зайти посмотреть, и проекты неоднократно пересматриваются в процессе строительства, но, к сожалению, это по пути упрощения. И вот то, что последнее он показал, конечно, это похоже на то, что делается в некоторых странах мира, но, вообще, если вы там были в метро других стран, вы, наверное, знаете, да, и других городов, что это достаточно функциональное, усилитарное сооружение, да? Там, допустим, в Нью-Йорке, вот я был там, открылась станция впервые за последние 25 лет она открылась. 25 лет не было новой станции, но, собственно, она в архитектуре, ну, не знаю, очень-очень функционалистская. Вот, поэтому все-таки грустной дворцовости, который у нас метро преследует, да, с 30-х, 50-х годов, он и в этих проектах, он их преследствует. Ну, собственно, все, если у вас есть вопросы, я готов ответить. В Москве метро по центру вестибюль, по краям поезда парижское метро, поезда в центре два вестибюля. Мне кажется, это абсолютно нелогично, удобно и нелогично, когда вестибюль посредине. И, тем не менее, что-то в Париже закладывали, чтобы поезда ходили по центру, а вестибюль посредине. Платформу? Да, 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 да. Какой-то принцип закладывали, почему они хотели? Потому что так, потому что то, что в Париже, и то, что у нас метро Александровский сад, да, Метинина, это дешевле. Это два пути, не надо ничего там изменять, траектория, они идут и просто по бокам платформы строятся. Это намного дешевле строят. У нас с самого начала надо отдать должное, что пошли по пути более дорогих проектов, да, то есть стали делать островную платформу, а не береговую, да, и с нашими потоками, вы должны понимать, московское метро – это самое загруженное метро в мире, да, но первое по пассажиропотоку. Вот, и одна платформа, понятно, дает больше возможности распределить эти потоки. Вот, это было сделано только в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке вообще три системы метро было, которые потом город покупал, интегрировал друг с другом. Вот, это сделано было из экономии, да. В Нью-Йорке три линии, три метро, три было типа метро, и вот в Нью-Йорке был, и помню, там есть линии, которые литрами обозначаются, а есть, которые цифрами, потому что это разный подвижной состав, они не могут между собой никак пересекаться. Ну, если есть какие-то вопросы по каким-то периодам, я готов с удовольствием ответить. Александр, у меня много лет получат вопросы. Почему нет пересадок с оранжевой веткой на серой, с синей ветки на все здания? Екатерина, ну почему? Потому что нет денег. Нет, на самом деле, нет, есть, есть концепция, еще советская, называлась станция, как же она называлась, Хмельницкая, потому что так Мроссейка называлась, между площадью революции и Курской с переходом на Китай-город, да. Ну, потому что надо, хоть очень много денег, остановить движение по линии на неопределенные сроки, когда вы спросите граждан, вы хотите метро туда или в Некрасовку? А он скажет, конечно, мы в Некрасовку хотим, а не пересадок в центре делают. Только поэтому. Они шансируют Волхомку? Ну, Волхомка, это все-таки, во-первых, собирается, да. А есть шанс, что не будут? Ну, есть шанс, что отложат на неопределенные сроки. А если переходят, вообще проекты есть? Какие? Волхомки? Не-не-не, вот эти синие ветки. Нет, концепция, идея. Идея, то есть проекты нет. Проект, если мы имеем в виду, как вот, архитектурную стадию, проект проработанности, нет. И полянку тоже не проектировали как пересадочную? Ну, закладывали в перспективе. Вот как есть перспективы между станциями Новослободской и проспект Мира-Суворовской, да, или между Краснопресенской и Киевской, там перспективная станция заложена. Вообще, такие были, собственно, станция Тверская, которую мы все знаем, Горьковская, да, она была построена в 79-м году. На перегоне между Маяковской и Театральной площадью Свердлова она строилась с нуля. То есть эта станция была, под нее никакие вообще не заделаны, не были оставлены. Минимально. Специальные пересадки? Ну, вообще, что, ну, огромный перегон, представляете? Первое, на Красной площади, а потом на Триумфальне. Да. Нет, и у нас есть президенты, когда строятся на существующей линии. Но сейчас никто делает имя. Спросите, в жюлеве на метро или в центре пересадки? Вот скажите, пожалуйста, вот это соединение, метро-линский проспект с жюлевной дорогой, куда она пойдет, эта жюлевная дорога? Ну, это по кольцу она пойдет. То есть, если вы в метро едете, пользуетесь метро, там уже все нарисовано. Второе кольцо, но она в одну сторону пойдет в лужники. Да, это единственный подземный участок. И его построили, когда третье кольцо строилось в конце 90-х годов. И вот еще относится ли к архитектуре, наверное, метро? Такая вещь, как расположение объявлений. То есть, не объявление, а вот название с акцией, куда тебе ехать. Страшно неудобно. Ты спускаешься с эскалатором, и ты не видишь, в какую сторону тебе надо лежать. Ну, вот у нас про навигацию как раз в нашей замечательной книжке есть целый раздел, то, как это изменялось. И я просто не взял и так огромный объем информации. У нас, например, есть замечательный... По-моему, нет? Кость презентации 60-х годов? Нет? Нет? Как в 60-е годы впервые пытались сделать единый фирменный стиль. Очень красивые эскизы. Руками рисовали. Но сейчас на некоторых станциях уже строят, делается навигация новость, нумерация выходов. Пока я заметила только... Нумерация выходов строится шрифт. Ну, на самом деле, экспериментируйте. Если вы посмотрите, на разных станциях абсолютно все разное. Сейчас с этим экспериментирую. Но, в принципе, когда проектировали станции, никогда не закладывалось это. Это никого не заказчика, это не интересовало. Да, размещение объявлений на колонны. Как на колонну? У нас там скотчем приклеено, да? Не интересовало. Ну, к сожалению, у нас... Понятно отношение какое по человеку и к... А вы не знаете, почему так неудачно отреставрировали верхние вестибули на пражской? Ну... Ну, я знаю, наверное, потому что нет денег, но просто... Нет, потому что его не надо было реставрировать, по большому счету. Ну, потому что вот у нас считается, что надо отодрать на всех станциях существующие замечательные материалы, которые там 30 лет простояли, еще бы 40 лет простояли, и заменить керамогранитным самым дешевым и новым освещением. Это просто так странно, и когда отбывают вот эту вот нереальную плитку... Да, это, это... Да, и... Ну, это, на самом деле, к сожалению, повсеместное. Ну, да. И вестибюль брикадный, например, там известняк тоже отодрали. Ну, это такое вот отношение к... Ну, то есть я спрашивала, говорят, что если не 50 лет, то она не входит в как... Ну, ее не признают памятником, да. Да. Но с таким отношением еще пару таких леставраций уже никогда не признают. Ну, к сожалению, это делается под флагом, что мы сделаем красиво, удобно и чисто, но и исторический материал, они... Причем где-то это оправданно. Ну, где, например, плитка сыпется, да, на плитевых стенах, а где-то абсолютно не оправданно. Ну, вот, благоустройство такое. Но никто это не защищает? Ну, почему защищает архитект... На самом деле, на станциях... Мы говорим о станциях 80-х, 90-х годах, вообще на 80-х, да, Прашка, 85-й год, да, архитекторы, в общем, живы эти все, да, и они пишут письма с просьбой соблюдать авторские права, потому что-то с этим связано, да, там, еще что-то, но, к сожалению, не помогает. Ну, что-то еще у них вверху женщина стояла уже. Да, чешская женщина, да. Скульптура, но теперь ее, наверное, даже некуда возвращать в эту плитку. Да, и поэтому, поэтому мы, вот, на самом деле, у нас столько материала по послевоенному метро, поэтому мы сейчас сделаем книгу вторую по послевоенному метро, и как раз у нас, к сожалению, уже будут утраты вот этого времени, последних крайне нескольких лет. Да, то есть эта тема, ну, действительно, это такая очень больная тема, и ничем там, кроме какого-то желания сделать сомнительное благоустройство, оно ничем не оправданно. Есть какие-то вопросы? Обязательно, кто не был, сходите на выставку в музее архитектуры через дорогу, да, она до 13-14 августа работает, вот, и если вас там заинтересует наша книга, можете там ее в интернете найти, купить, вот. Ну, собственно, все. Наслаждайтесь метро, да, когда вы в него спускаетесь. Да, конечно. Хотелось спросить про другие города в Советском Союзе и как метро развивалось там. Было ли это совершенно отдельно, или архитектуры, которые строились, что Московского метро, они отметились в других городах? А, в Советском Союзе второй метрополитен появился в Ленинграде в 50-е годы, как раз первая его очередь, это середина 50-х годов, то есть как раз когда слон переходил вот этот вот от Сталина по Крущевскому, и там своя была школа проектирования в Ленинграде, и первая линия, вот эта вот красная, там вот Автова, там, я не знаю, если вы знакомы с Петербургом, по-моему, есть инклюстанция, прекрасная Автова с такими крустальными колоннами, вот. У них абсолютно своя школа проектирования, абсолютно, да, не пересекающаяся с Московской, у них еще, ну, как бы, и своей архитектурной школы, и своей инженерной школы, потому что там связано с глубиной, с подтоплением, наверное, какие-то такие вот двери открывающиеся, да, то, что называется горизонтальный лифт 70-х годов, применено было впервые, и дальше в Советском Союзе метрополитены, ну, там, в России, по-моему, сейчас 7, да, действуют, то есть, конечно, проектируют, и в Советском Союзе в разных городах где-то проектировала Москва, а где-то, в основном, Ленинград проектировал, и они перенимали их технологии и в архитектуре, и в подвижной состав, и прочее. Например, вот Казанский метрополитен, самый последний в Москве, он, ну, может быть, он там в декоративности на Московской ориентировался, что-то такое, да, ультрадекоративное сделал, но по технологии, по подвижному составу, по, там, по технологии обслуживания пассажиров, по продаже билетов они все скопировали с петербургского метро, потому что они консультировали их петербургские специалисты. А вот бомбическое метро, там, в Ташкенте, просто по декоративности, это кто? Ну, как, это на самом деле, это же, да, это все технологии одна и та же, мы привлекали местные архитекторы, чтобы придать национальный калорий, да, ну, собственно, там, метро это и есть, или в Казани, в Казани еще там больше декоративность, если кто-то был в Казани. Киевское еще немного похоже на 50-е, наверное, годы. Ну, Киевское метро, да, но оно уже, оно в 61-м открылось, ну, понятно, это очень инертная вещь, да, мы там говорим, там, Новый Арбат, что это Хрущевский проект, да, он там, в 68-м году открылся уже, Хрущевый, да, там, на пенсии сидел, мемуары писал, да, это такая все вещь очень инертная, или там, сталинские высотки, которые после смерти Сталина были построены, да, это инертная вещь, поэтому архитектура, да, все в моменты переделаешь. В общем, обязательно сходите на выставку в музей архитектуры, там очень много эскизов нереализованных проектов, вот, но выставка как раз такая, она не на архитекторов, рассчитывая на интересующих, там ни одного чертежа нет, вот, там красивые эскизы, и не была лекционная программа, но, по-моему, она уже закончилась летом была, вернее, весной была, вот, и в этом году, вы знаете, несколько станций должны открыться, в том числе глубокие, не знаю, на сколько это случится, вот, но боюсь там никаких архитектурных откровений у нас, к сожалению. Вот, спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.